А жертвами-то вашими кто стал? Пожилые люди. Кто? Бабушки и дедушки были? Меньше месяцев Соликамске отработал курьером у телефонных мошенников этот ранее судимый житель Красновишерска. Работу нашел через телеграм-чат. Куратор ему обещал платить 10 тысяч рублей в день. В задачу входило приезжать на указанные адреса и забирать пакеты с вещами, в которые взволнованные пенсионеры прятали шестизначные суммы. Женщина 82-86. Мужчине 78 лет звонили их родственники и сообщали, что стали виновниками ДТП с пострадавшими. Для убедительности к телефонному спектаклю подключались псевдоследователи и псевдомедики. На личные деньги фигурант через банкомат переводил на указанные счета, оставляя себе процент за проделанную работу. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступной деятельности. Сумма предварительного ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции проверяют ранее судимого красновишерца на причастность к аналогичным противоправным деяниям. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А вот этого мужчину вычислили и задержали после того, как жительница Перми 1941 года рождения пожаловалась в полицию, что передала якобы помощнику следователя крупную сумму за решение вопроса с родственницей, которая тоже стала якобы виновницей ДТП. С полученной наличностью он поступал так же, как и его коллега, пойманный в Соликамске. Добавим, вопрос с этим направлением преступности разбирался на круглом столе с участием полицейских, родственников жертв и сотрудников банков. В Пермском крае по свежей статистике региональным управлением ВД в 2023 году зафиксировано 7 986 мошенничеств и краж, совершенных посредством интернета и телефонии. Ущерб от указанных преступлений у нас составил 1 миллиард 638 миллионов. То есть в два раза больше, чем в прошлом году. Это ваша банковская карта заблокирована, либо ваш банковский счет заблокирован. И актуальные уже более года один из предлогов – это ваш родственник – попал в дорожно-транспортное происшествие. Это проблема характерна для всей Российской Федерации. 500 тысяч наших с вами жителей стали жертвами мошенничества, именно телефонного мошенничества с использованием социальной инженерии. Количество операций тоже выросло по сравнению с прошлым годом. Правоохранители напоминают, что вопросы безопасности своих финансов не надо решать по телефону, кем бы ни представился звонящий. А делать это в отделении банка. Если в отношении граждан все же было совершено мошенничество, следует незамедлительно обратиться в органы полиции, сообщив обстоятельства произошедшего и предоставив имеющиеся документы. Чеки с информацией о переводах, распечатке звонков. Антон Старостин, Павел Двинянинов, телекомпания Соль-ТВ.